Привет, наши дорогие! Привет! На канале Таня и Слава. У нас сегодня рецепт очень вкусный, вкуснейший, найвкуснейший рецепт. Обязательно смотрите, повторяйте, не пожалеете точно. Вот. И напишите в комментариях самые любимые ваши рецепты. Мы самые залайканные выберем и приготовим тоже. Нам будет интересно. Мы поехали укладывать Милану, а вы досмотрите до конца, потому что в конце будет для вас очень важный вопрос. Приятного просмотра! И конец, да? Давай повторим этот день, давай эту ночь повторим. Будем сердцем одним, ты моим, я твоим, ты моим, я твоим. Давай повторим этот день. Ты что, готовить собралась? Ты что, это мамкин халат уделал? А? Давай! Нет, я хочу готовить. Что? Отдай! У нас тут идет преображение обычной жены в кулинары, а это значит, что на этой кухне сейчас будет происходить волшебство. В двух актах. Сначала занимаемся тестом, вечером готовим основные рецепты. Приятного просмотра! Я тебя буду снимать. Сюда к этому шарать. Отдай! Я закрою, мне нужно закрыть ящик. Пирог чизбургер. Мы его уже готовили давно, да? Очень давно мы его готовили. Тут вдруг вспомнили, что мы его готовили и даже, по-моему, снимали рецепт, но он, наверное, был так и не опубликован. Очень вкусный пирог. Прям вообще супер! Вот сегодня вам покажем. Готовьте обязательно, это очень вкусно. Что нам понадобится для пирога? Итак, для начала мы сделаем опару. Здесь у нас 200 грамм теплой водички. Добавляем сюда 5 грамм дрожжей сухих. 200 грамм. 200 миллилитров воды, конечно же. А тесто нельзя купить? Да, можно, наверное, но лучше, конечно, сделаем сами. Так, 2 чайные ложки сахара. Сюда же. Ты выздоровел? Ну, почти. Что с тобой было? О, это было очень страшное дело. У меня обострилась аллергия и случился, видимо, отек к вилке. Это было очень страшно. А кто тебя спас? Скорая? Папочка наша меня спас. 2 укола мне всадил! Ну, кстати, уколы делает вообще божественные, так и все остальное. Так, сюда немножечко мы добавляем муки еще. Несколько ложек. 4, допустим. 4. Перемешиваем. Мы это все перемешиваем и оставляем минут на 10. А пара. Сейчас дрожжи заработают. И все, и будем делать тесто. А мы вот так снимаем. Ну да что, плачет. Дрожжи у нас, смотрите, какие красавчики. Все, нормалек. Теперь мы сюда добавляем столовую ложку, ой, столовую, чайную ложку соли. Перемешкиваем. Ну, нет такого слова. Перемешкиваем? Да. И выливаем в муку. Муку муки у нас в общей сложности, вместе вот с этими ложечками, которые сюда 400 граммов. Сюда отправляем. Нам хватит на всех? Нам хватит. Сюда мы яичко одно. В комнате температуры. Да, желательно. 40 граммов растительного масла. Ассистент, подайте столовую ложку, пожалуйста. Ассистент. Благодарю. И перемешиваем. Перемешкиваем. Перемешкиваем. Так, вот такое вот мягенькое тесточко у нас получилось. Ну, сейчас мы его немножечко вымесим. Чуточки муки добавим. И потом будем его вымешивать. Минутки 3-4. Здрасте. Я захожу, он стоит там. Тебе не маловато? Нет. Что в детстве так не делал? Ну, в смысле, я не делал, лишь мальчик. Так, тесто мы вымесили. Теперь мы поставим его отдыхать. Минут на 40-60. Сейчас мы его накроем. И пусть стоит. Поднимается. А мы пошли что делать? Я пошла укладывать Милану. Милана, вот. Представляете, хотела втихаря фарш обжарить, а вам не показать. Нет, я не хотела. В общем, пока у нас тесто подходит, мы обжариваем говяжий фарш. Здесь у нас... Вообще здесь у нас 900 граммов. Но на рецепт нужно 450. А почему мы одну пачку не использовали? Что-то очень мало. А пачка сколько? 450? А нам нужно 450-500. Короче, у нас две пачки. У нас будет мясной он сильно. Мы не все догадываем. Ну, не знаю, посмотрим. У нас, видите, не растаяло. Так, фарш у нас готов. 15 минут примерно мы его обжаривали. Все готово. Сейчас будем доставать тесто. Самый интересный момент. Смотрим. Я его ставила в духовочку на 30 градусов, потому что у нас были открыты окна везде и сквозняк такой холодный. Поэтому я его поставила. Ой, смотрите, какой красавчик. Ой, отлично. Нашего красавчика. Поверила. Ну, как я люблю, когда тесто поднимается. Он такой, да? Умничка такая. Умничка такая. Думали, сейчас поснимаем, пока она спит. А она, как только тесто поднялась, и мы начали снимать, она проснулась. Давай. Ну, что это вы тут без меня собрали? Снимать. Без меня. Съемки. Форма у нас вот такая. Вообще, хорошо круглую, разъемную. Но у нас таковой не имеется, поэтому у нас прямоугольная. Раскатываем так, чтобы оно легло. И чтобы можно было потом завернуть крышки зашипеть. Сейчас мы смажем маслечком. Сливочное. Нужно? Сливочное масло. Классно, мы готовимся к инцепту. К форму смазываем маслом. Вот так вот варварски. Смазываем маслом. Смазываем маслом. Масло масляное получается. Так вот. Я не футблогер, поэтому прошу прощения, что у меня нету. Ты футблогер. Я футблогер. Нету эстетичные кисточки. Как мы все с вами делаем дома, да? Без всяких вот этих вот... Приблуд. Такс, раскатали и выкладываем. Так, дружочек нервись. Так, у меня. Мам. Группа поддержки. Здесь. Здесь с огурцом. И тут. Огурц тоже. Вася, иди сюда. Не надо. Не надо. Так, фарш у нас готов. Мы его посолим. И можно поперчить. И добавим паприки. Нашу любимую, сладкую. Выкладываем наш фарш. Мяса много не бывает. Мяса много не бывает. Мимо сыпет, мать. Мимо сыпет. Так, выложили фарш и поливаем это все кетчупом. Хорошо, венечка. Кетчупа, сыра, огурцов и мяса должно быть много. Это же база. Мы используем хайнс, потому что он максимально похож на соус, который добавляют в макдональдс, в бургер. Он такой кисло-уксусный. Ну, если вам не нравится, можете обычно использовать. Ой, да, любой, который вы любите. Кетчуп. Ну, кстати, раньше его не ели вообще хайнс. Мы его терпеть не могли. Мы ели махеевы всякие. А сейчас что-то полюбился соусом. Котко о том, как мы готовимся еще раз. У нас есть лук? Сейчас посмотрим. Так, далее у нас идет лучок. Лучок, лучочек. Если ты его так вот закроешь, они от этого слизиться не перестанут. Дальше у нас будут огурчики маринованные. Сейчас мы их порыщим. Дальше мы выкладываем ломтики сыра. У нас будут и ломтики, и еще и терпий сыр сверху. Здесь у нас будет сырный сыр. Довать! И слой обычного твердого сыра натертого. Можно просто один вид сыра. Мы просто так делаем, потому что мы любим сыр. Сырный сыр. Раскатываем теперь крышечку. Накрываем. Накрываем. И защипываем. Норошенько. Теперь мы нашего красавчика накрываем. И дадим ему немножко отдохнуть. Перед тяжелым трудовым днем. А здесь 15 минут. Готовишь? Вареники. Вареники? Да. С чем? С картошкой. С картошкой? Да. Она у нас постояла, отдохнула. Теперь мы его смазываем. Когда она успела устать, мне интересно. Ну, я его сколько мяла? Мяла, мяла. Ну, с половиной, конечно. Здесь у нас одно яичко. Яичко. Максим, я готовлю тебе вареники. Максим, ты сегодня обречен есть Алисины вареники. А мы будем пирог есть. Это я должен есть. Она тебе готовит, слышишь? Почему не? Ну, потому что ты у нее любимый брат. А мы будем есть пирог, чизбургер. И посыпаем это с отдела кунжутиком. Как в чизбургере. Чтобы это было красивенько. И отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на... 40 минут. 40 минут. Надо еще дырочку сделать маленькую. Делаем небольшую дырочку. Чуть-чуть, чтобы воздух выходил. Достаем нашего красавца. Ой, какой красивенький. Пирог, чизбургер готов. Пирог, чизбургер готов. Владь, ты его сейчас сдуешь уже везет. Ну подожди, сейчас засыплю. Ну как? Приятного аппетита? Приятного аппетита? Приятного аппетита! Приятного аппетита! Сейчас я откусил пирог. Пирог гораздо вкуснее. Если кто-то не делал, то никогда не делай больше. Давай повторим этот день, давай эту ночь повторим. Будем сердцем одним, ты моим, я твоим, ты моим, я твоим. Давай повторим этот день. Спасибо большое, что посмотрели. Теперь то, о чем говорили. Вопрос. Мы сейчас планируем скоро выпустить видео о наших планах, что мы будем снимать или покупать насчет гостиницы, все расскажем. В каком формате вам было бы удобнее посмотреть? В формате видеовлога просто, где мы поговорим, расскажем все и потом поотвечаем на ваши комментарии? Или нам провести прямой эфир? Прямой эфир где? В Ютубе? Ну да. В Ютубе. Ну у кого не работает Ютуб? Видео, соответственно, если мы запишем, мы зальем его и на Ютуб, и на ВК, и на все площадки. Да, да, сохраним прямой эфир. А вот прямой эфир, ну именно прямой эфир можем провести только в Ютубе. Ну да, пока да. Так что пишите, мы почитаем и выберем. Скоро все узнаете. Ну а вам спасибо большое за просмотр и будьте добрее! Спасибо, кто досмотрел до конца. Вы просто умницы. Это по скрипту. Рецептов у нас немного на канале, но сейчас их будет больше, потому что сейчас прохладно начинает становиться, и значит мы будем больше времени на мой дом и больше готовить. Хотелось бы у вас спросить, вот так оставлять готовка и дети и все вперемешку, либо воду убирать и оставлять только сухие рецепты и быстро, понятно, четко, все. Либо оставлять детей и семью, как вот в этом ролике. Ждем ответов в комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok